Селям алейкум. Ежедневно каждый из нас подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Но так ли часто мы задумываемся о том, насколько они вредны для человеческого здоровья? Сегодня в нашу студию мы пригласили врача-дерматовенеролога-косметолога Гульнар Осман. Селям алейкум, Гульнар Ханум. Селям алейкум. В чем польза и вред солнечных лучей для человеческого организма? О пользе солнечных лучей для человеческого организма можно говорить очень много. В первую очередь это, конечно, выработка серотонина. Когда светит солнце, человеку свойственно радоваться. Мы становимся более улыбчивы, поднимается настроение и прочее. Также можно отнести сюда выработку витамина D, что немаловажно в детском возрасте. Следующий фактор это нормализация фосфорно-кальциевого обмена. И повышение иммунных систем организма. О вреде солнцу можно говорить на самом деле очень долго. В первую очередь это выработка свободных радикалов, которые повреждают ДНК структуры клеток, что ведет за собой непоправимые изменения в ее структуре. Сюда можно отнести фотостарение, но это больше косметологический дефект. Ультрафиолет, гиперпигментация. Также можно говорить о великом риске повышения образования онкологических заболеваний. Именно под действием света ультрафиолет является одним из важнейших пусковых механизмов в данном процессе. Когда человек должен понять, что на его кожу подействовали ультрафиолетовые лучи, может быть появляются какие-то признаки на лице, вот об этом, скажите, или на коже в целом? Признаков, в принципе, как таковых, кроме как загара и потемнения кожи, человек не пронаблюдает никакие. Единственное, что существует несколько фототипов кожи, это от максимально светлого до максимально темного цвета кожи. Также сюда относятся и цвет глаз, и цвет волос человека. Естественно, что максимально светлая особь, она подвержена очень сильно солнечному излучению. Более смуглые люди могут находиться на солнце более длительный период. Что может пронаблюдать человек? Загар. Если это будет ожог, если это максимальное воздействие солнца, то это, конечно же, будет гиперпигментация, будет ощущение боли, будет жжение после того, как это все будет проходить, будет шелушение. Но человек не должен ставить для себя первую причину загар. В принципе, загар – это очень плохо. Это ранее считалось, что загар – это признак молодости, это было в тренде, это было актуально. Нынче, конечно, тоже остается определенное количество населения, которые стремятся в активный период солнечного излучения получить загар. Но мы должны получать его здоровым путем. Никто не говорит о том, что мы должны абсолютно минимизировать свое время нахождения на солнце, ходить летом под зонтиком и прятаться в солнце. Нет, такого не должно быть. Обычные прогулки в магазин по своим нуждам – это все не исключено. Но целенаправленно выходить на пляж под открытые солнечные лучи – это неправильно. Можно находиться, позагорать 15 минут в период неактивного солнца. Обычно это либо утренние часы, либо это максимально вечерние. В период максимального солнцестояния находиться под открытыми солнечными лучами нельзя никому, потому что это чревато ожогом. Если происходит ожог, происходит деформация структуры ДНК. И после этого есть большая вероятность, что может запуститься череда событий в организме, которые могут спровоцировать онкологические заболевания – это меланома. Помимо того, что нужно находиться на солнце в неактивный его период, какие средства защиты существуют от ультрафиолетовых лучей? Средств защиты на рынке на самом деле большое множество. Начинаются они от крема, допустим, бывают эмульсии, лосьоны, спреи и прочее. Это от загара они несут в себе SPF-фактор. Рядом обычно бывает какая-нибудь циферка, там 30-50. Лучше всего, конечно же, использовать с максимальным фактором, это 50+. Но существуют средства, которые якобы улучшают восприятие загара. Зачастую это какие-нибудь масла, например, они делают только хуже, они усугубляют состояние кожи, потому что работают как лупа, как линза. Наоборот, большее преломление, больше кожи она себя берет. Да, загар будет равномернее, он эстетически будет более привлекательный, но если мы рассматриваем аспект здоровья, то этого делать ни в коем случае нельзя. Ультрафиолетовые лучи опасны в любое время года? Да, конечно. Все зависит от солнечной активности. В принципе, предугадать солнечную активность мы не можем, это больше такие, знаете, физические процессы. Но независимо от широты, от времени года, солнечные лучи, они чуть менее, либо чуть более активно проникают на поверхность земли, и получается, мы получаем данное облучение. Нужно стараться ежегодно, на протяжении всего года, использовать крема с солнцезащитным фактором, независимо от того, где вы находитесь. А если вы это летний период, либо вы зимой собрали жаркие страны, то обязательно всегда у вас в арсенале должно быть что-то подобное. Не нужно ставить себе за задачу принимать загар целенаправленно, не нужно пытаться менять цвет кожи, тот, который нам дан от природы. Этого не нужно делать. Мы так все красивы и прекрасны, не нужно становиться этими изюмами, которые там лежат, они все-таки как сухарики на берегу. Нет, все это неправильно, все должно быть в меру, потому что и яд в малом количестве является лекарством, поэтому так же и с солнечными лучами. Ваши рекомендации людям, которые хотят защитить себя от воздействия ультрафиолетовых лучей? Рекомендации будут таковыми. Прежде всего стараться минимально находиться под активными солнечными лучами, выбирать время для нахождения на пляже в утреннее либо вечернее время, потому что действие солнечных лучей не зависит от широты и от времени года. Также в зимний период обязательно использование крема с SPF-фактором, либо лосьона, либо эмульсии. Это все уже по нужным, по необходимости для пациентов. И еще стоит обратить внимание, если у вас на коже имеются родинки, в быту мы называем их родинки, на самом деле это скопление клеток меланоцитов. Они дают эти вот маленькие, возвышающие над поверхностью кожи элементы. Именно они, либо врожденные, либо приобретенные, имеют самый большой риск перерождения в злокачественное образование, которое называется меланома. Очень важно наносить кремы, и если у вас имеется на лице, либо на теле какие-то объемные такие образования, максимально старайтесь, чтобы солнечный свет не попадал на эти зоны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова